Мониторинг продуктовых магазинов в Ленинском городском округе в рамках партийного проекта «Народный контроль» регулярно проводят активисты Молодой гвардии «Единой России». По жалобам жителей очередную проверку было решено провести в магазине «Диксен» на советском проезде. А это просрочка. Пока общественники проверяли полки магазинов, мы пообщались с покупателями. Жалобы какие-то есть на магазин? Не знаю, просрочка там, не знаю. Нет, у меня нет. Все хорошо, да? Да, у меня все хорошо, да. Я ничего такого не замечала. Мне вообще магазин очень нравится. Ну вот, сегодня вообще понедельник, хороший расклад овощной продукции, хорошо. Единственное, что вот там вот в прихожей поставить надо какой-нибудь столик. Мне как-то не попадались. А если вот даже было что-то, мне не нравилось, я даже как-то икру взяла, но мне не понравилось. Я принесла, но я спокойно, даже без всяких поменялись. Забрали, денежки отдали. Участники рейда не только искали так называемую просрочку продукты с истекшим сроком годности, но и обращали внимание на товары в поврежденной упаковке. Помятый картон повлиять на качество и сохранность начинки, конечно, не может. А вот жестяные банки и пакеты «Тетропак» с вмятинами и пробоинами – это уже нарушение. Особых нареканий у нас нет. Да, были выявлены некоторые продукты с устекшей датой, но это минимальный показатель по сравнению с другими магазинами. Вместе с молодогвардейцами в рейд отправился и депутат Совета депутатов Павел Русаков, курирующий данную территорию. В сегодняшний день видно, что ситуация стала меняться к лучшему конкретно в этом магазине. То есть они поменяли оборудование, они стали немножко по-другому следить и за выкладкой, и за качеством товаров. Но тем не менее я на их месте более тщательно, скажем так, и добросовестно относился к этой работе. Гнилые овощи и фрукты – товары с истекшим сроком годности, с нарушением герметичности упаковки по результатам проверки были изъяты из продажи для дальнейшей утилизации. Информация о результатах рейда будет передана в надзорные органы отдел торговли, администрации муниципалитета и Роспотребнадзор.